Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Это был хороший игрок, хорошая атмосфера. Мы делали то, что мы делали сегодня. Это был хороший игрок. Гейми, какой был причин для того, что у нас нет голова? В третий период мы делали 3-1. Мы были в состоянии, что мы будем держать этот игрок. Это было не хорошо, но я думаю, что он будет выглядеть разнообразно, если этот игрок будет вверх или вверх. Мы делали этот игрок, но это не такой способ. В первом периоде мы делали 3-1. В принципе, нас этот счет полностью устраивал. И если бы результат на тот момент был другим, то, конечно, мы бы сыграли иначе. Было опасение, что на матче может не выйти с дисквалификацией? Что там было в том эпизоде с Емелином? Который все обсуждали. Ты боялся, что вы смогли получить дисквалификацию или что-то, что произошло в втором игре? Что произошло с Емелином? Да, это было сложно сказать. Я пытался ударить вверх, и я думаю, что моих игроков были на глазах, и он был вверх. Он был в плохой позиции, и мы были вверх. Но я счастлив, что они не получили. Он играет тяжело против меня, и я буду играть. Но я не пытался ударить вверх. Я несколько раз пересмотрел этот эпизод. Мои коньки были на льду. Я пытался сыграть чисто, но он был немного в неудачной позиции. Но я рад, что все обошлось без травм. И я буду дальше играть жестко, и он будет дальше играть жестко. Но это плей-офф. Такое случается. Насколько было важно сегодня не просто победить, а надломить уверенность Авангарда? Потому что 5-1, и такое усиленное начало – это удар по морали. «Ето было важным, чтобы победить за свою победу» и выиграть 5-1 – и выиграть менталит вечера. Конечно, вы получаете уверенность. Вы любите видеть, что играет голы. Они имеют хорошую защиту. Это сложно, чтобы играть. Мы получаем голы. Но в конце не важно, сколько игроков вы получаете. Конечно, это дает вам хорошую ощущение. Конечно, это было очень важно с ментальной точки зрения. С точки зрения уверенности в себе.